Этот пандус в 28-й школе Иркутска появился буквально на днях. Пришкольную территорию сейчас обустраивают таким образом, чтобы приспособить для совместного обучения обычных детей и их ровесников с ограниченными возможностями. Образовательное учреждение было включено в программу «Доступная среда». Финансирование из городского бюджета составило 1 миллион 300 тысяч рублей. Попали мы в программу не случайно, потому что детей, обучающихся на дому, у нас каждый год от 10 до 17 человек. И очень многие из них, даже получая тестат, желают поприсутствовать. Поэтому нам это было очень важно и нужно. Поэтому, наверное, не случайно мы туда попали. И на сегодняшний день каждый имеет возможность, вот после особенно переоборудования всего двора, спокойно поступить в школу. Поступить в том числе и из областного реабилитационного центра. Он здесь же рядом. И потом также спокойно учиться. На средства программы в школе оборудованы специальный кабинет, спортзал и санузел для детей с ограниченными возможностями. Летом здесь был сделан капитальный ремонт. На втором и третьем этажах заменили пол, установили питьевые фонтанчики, оборудовали вот такие группы. На капитальный ремонт иркутских школ из муниципального бюджета в этом году было выделено более миллиарда рублей. Работы прошли в пяти образовательных учреждениях. Были заменены полы, кровли, отмостки. Сейчас стоит другая первоочередная задача – привести в порядок и, если нужно, построить с нуля пришкольные спортивные объекты. Они необходимы, потому что сегодня три часа физкультуры не вмещают те площади спортивных залов в общеобразовательных школах, поэтому в летний период, весенний, летний и осенний период целесообразно заниматься на спортивных площадках. И это значимо, и это актуально. Сейчас профильные структуры городской администрации проводят мониторинг, сколько школьных стадионов предстоит отремонтировать, где целесообразно установить новые снаряды, где положить специальное покрытие. Эти данные будут учтены при верстке муниципального бюджета. Школы, детские сады, поликлиники должны быть в надлежащем виде, в надлежащем состоянии. Не только сами помещения. Мы с вами видим, что и территории вокруг ближайшие должны содержаться в надлежащем виде. А что касается школ, то это тоже очень серьезный вопрос, и мы и должны им заниматься. Это спортплощадки, стадионы, это тот сегмент, без которого любая самая современная, самая отремонтированная, самая уютная школа все-таки будет неполноценной. А вот в 22-й школе появится не просто стадион, целый крытый манеж. 20 лет помещение стояло без дела. Сейчас на глазах превращается в современный спорткомплекс. Город выделил на эти цели 11,5 миллионов рублей. Предполагается, что здесь смогут заниматься боксом и легкой атлетикой ученики не только 22-й, но и других школ Солнечного. Сюда же переедут и некоторые секции 6-й детско-юношеской спортивной школы. Галина Тюрнева, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас.